приветствую друзья сегодня 4 марта 21 года с вами Эдуард Волков и сегодня уже начался четвертый день поста на соках вчера три дня прошло и значит я с вами снова и рассказываю вам о своем самочувствии то есть так как я уже давно давным-давно занимаюсь постами так что для меня три дня не кушать только пить без проблем абсолютно нет никаких проблем тем более что тем более что я пью соки вот они вот это помидоры томатный сок потом молоком мешают все это первые дни нужны мне для того чтобы хорошо хорошо все все из кишечника вычесть дальнейшем то есть молочко я просто перестану пить перейду на соки и в дальнейшем уже на воду в этот раз очень быстро перейду на воду чтобы не тянуть больше потому что в соках очень много сахаров и именно сахар влияет на нашу активность то есть он дает нам энергию ту которая в принципе если есть желание сжечь жиры то нужно перестать есть сахар в любом виде то есть сахар он катализатор именно выбирание энергии из волне когда мы сахар перестает поступать а сахар что это такое там это тоже те же самые углеводы но и когда не кушаешь вообще ни каш ни картошки ничего такого вот а я вообще не кушаю да сейчас я только пью и тогда уже начинается процесс поедание собственно самоедение тело начинает потреблять свои жиры особо это же не двигаюсь но принципе этого достаточно чтобы худеть значит как какая методология всего этого еще раз здоровый образ жизни что это такое здоровый образ жизни то есть понятно что нужно много двигаться но много немного сильно тоже не нужно не нужно участвовать то есть вы должны понять что зачем нам нужно движение прежде всего укрепление мышц это одно и желательно как можно большее количество мышц чтобы было вовлечено в движение то есть мы вот отдельно сделали утреннюю зарядку как как которую мы делаем отдельным видео да и и там показано что просто напросто нужно как можно шире шире диапазон сделать движение головы мышцы шеи мышцы рук в общем полностью как только можно без особого усилия зачем нам нужно движение в принципе человеку достаточно чтобы у него было временами сильное кровообращение в моменты когда человек покушал да там у него пища расщепляется у него много остатков которые должны выводиться кроме клетчатого распада есть еще распад пищи и если мы будем мало кушать и мало двигаться ой вернее мало пить и мало двигаться то у нас концентрация этих веществ распадающихся она будет повышаться а это значит если концентрация повышается то повышается как бы фон представьте внутри нас много распадающейся гниющей пищи урок плохо работает кишечник и тогда что появляется именно эффект появляется от того что называется вирус то есть много частичек распадающиеся плоти клеток органики целом которые начинают начинать распространяться вокруг да то есть если будет допустим вокруг все гнить гниющее болото представьте что жить на болоте почему говорят что это гиблое место потому что там на болоте очень много все разлагается то есть там практически живая жизнь как бы не присутствует вот это процесс разложения приводит к тому что даже дышать там опасно если много там пребываешь на болотах то зачастник очень скоро и появится именно эффект то что тот же эффект что и коронавируса то есть начнутся проблемы чуть-чуть где-то переохлаждаешься и у тебя сразу же моментально начнутся проблемы с легким пневмония и полностью идентичный процесс то есть все это все эти пандемии они завязаны на том что в пространстве слишком много гниющего не в способ бактериальный да бактерии что такое бактерии бактерии это существа которые падальщики по сути своей грибы для того чтобы их живыми бактерии эти не кушали они выделяют определенные вещества которые их отпугивают и вот эти вещества в конце концов ученые нашли и сделали из них антибиотики и вот бактерии они как бы падальщики мусорщики они не дают это все гниющие органики разлагаться способ химический простой способ да вот распадается сразу на какой какая-то субстанция на что на аминокислоты кислоты да то что а кисть продукты окисления органики и эти продукты а вы представьте себе что если подумать хорошенько что и ученые так говорят что в атмосфере летающей в каждой капельке воды каждой капельки пара существуют живые организмы там находятся и вот эти живые организмы они после процессов похолодания особенно да они начинают умирать отмирать если там какие-то теплые слои атмосферы холодные вот это все мешается прилетает с юга и начинает умирать здесь то есть в атмосфере вокруг нас огромное количество распадающейся материи если не будет бактерий тогда получается что они просто так распадаются это кислота назовем ее кислотой аминокислоты штука аминокислоты амина это признак аммиака аммиачные вот эти газоиспарения и вот и кислоты то есть процесс распада идет если вы в википедии посмотрите опять же там процесс гниения гниение просто и слышишь там описано как это все происходит постепенно 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 распадается если есть в атмосфере достаточное количество бактерий и вокруг нас значит бактерии эти уравновешивают этот распад и они кушают это разлагающую плоть какают там себе писают что угодно делать но они не дают этой кислоте именно в такой способ распадаться в химическом когда атмосфера загажена дымом особенно от угля от угля углей выхлопные газы все это то периодически происходит то что называется эпидемии то есть повышенный кислотный фон это сейчас замалчивают хотя если помните где-то так в 80-х годах было очень много и фильмы были про кислотные дожди про будущее когда человечество вот начинает страшно выходить на улицу то есть пугали тогда сейчас уже не пугают потому что уже нельзя пугать потому что реальность такова что маски одевай не одевай а все равно в атмосфере определенный повышенный фон разлагающейся органики зимой это чуть-чуть при тормозится а осенью и весной начинается этот процесс подниматься и тогда люди слабые у которых все загажено то есть кишечник в кишечнике много разлагающейся той же органики которая в принципе начинает гнить там плохо выводится вот эти очищения посты нужны именно для того чтобы не укрепить организм то что называется улучшить иммунитет хотя я считаю что иммунитет это литературная такая штучка и игра иммунитет это для врачей такая литературная душа отдушина когда они говорят много о иммунитете а справок о хорошем или плохом иммунитете они дать не могут потому что нет критерий это литературное все такое произведение и вот выходит что пост помогает нам очистить вот эту всю канализацию которая травит нас изнутри и таким образом повышается улучшается обмен веществ то есть организм начинает активно работать все органы больные начинают потихонечку оздоравливаться это все делает пост без всяких таблеток без ничего естественно нам нужно еще очень хорошо раз ускорять кровообращение периодически часто то есть оно должно лучше всего совмещается с движением у нас это такая естественная форма жизни что когда мы начинаем делать присяды или бежим у нас начинает сердце быстрее биться то есть это такая взаимосвязь поэтому лучшим способом является именно физические нагрузки там можно каждое утро по 10 присядов сделать через месяц 11 через еще месяц 12 и так так пусть продолжается это очень эффективный способ профилактики всех этих вирусных заболеваний конечно это не гарантия стопроцентная что это самое нужно быть очень здоровым и сильным чтобы вообще не замечать вот это вот этой штуки под названием коронавирус потому что коронавирус это в принципе то что у нас называется тестирование это реакция на определенную кислоту или на определенную химическую химический элемент в нашей в нашем организме ни более не менее то есть в нашем организме существует определенное это это не одна лаборатория вернее может быть какая-то там крутая лаборатория и может проверить на на вирусы какие-то там частички находить там что-то это самое только это это нереально естественной жизни вот дали тебе тест химическая реакция и этот тест если находит у тебя определенная реакция происходит значит в твоем организме присутствует какой-то химический элемент заметьте химический то есть если разлагающиеся внутри нас клетки и пища слабо выводятся то есть как это можно заметить это можно заметить что стул у нас слишком вонючий становится такой аж вообще страшно вонючий и редкий или же моча становится темная и еще добавок если мутная тогда это уже проблема довольно большая потому что через фильтры через через фильтры которые в системе проходит проскакивать в почке проходят элементы и полу распада то есть те которые они должны распасться в определенный способ вот эти клетка если клетка существует она распадается у нее что там есть органеллы там разные штучки ядро так называемое все и это так устроено что вот эти все органы обволакиваются белковой оболочке которая из клетку составляет и там она внутри разлагается и она процессе должна внутри нас разложиться как кислоту обычная кислота и тогда она выходит чистенькая и без проблем а если вы много воды будете пить то тогда вообще проблем меньше будет то есть пить нужно больше не только когда горячо и потоотделение а вообще вот в этом коронавирусном эпидемическом раю нашим нужно как можно больше пить для того чтобы выводить помогать организму выводить продукты распада потому что вирус это то это продукт распада клеток клеток органики из пищевода любой бактерии если у нас разлагаются тоже все это продукт это не живое это трупы они как бы по идее должны быть живые но у них нет никаких органов для существования функционирования вирусы в отличие от бактерий не имеет ни клеточной оболочки не имеет ни клеточного строения они части мнеющей плоти всего лишь наука не хочет нам предоставить право смотреть таким образом на на вирусы как на яды разлагающиеся плоти и поэтому она эта же наука имеет огромные проблемы и вынуждена выдумывать разные мутации раньше не мутировалась а сейчас в течение нескольких месяцев оказывается находится десятки мутаций негерийские южноафриканские британские американские российские российские уже сибирские придумывают дошли до того то есть они вирусов сотни миллионов как говорят ученые представьте себе сколько какой простор для действий воображения научного чтобы мутации там вот произошла мутация та произошла мутация так и дайте нам денежки на то чтобы мы на новый вирус новые вакцины придумали лекарства уже не можем придумать вот поэтому чтобы избежать всей вот этой вовлечения в эти игры научные или около научные наука утверждает что это научная мое мнение что это совершенно около научные это игры рекламы СМИ и прибыли в этом замешанные прибыли фармакологии поэтому лучше всего следить за своим здоровьем с помощью поста а еще лучше чтобы не голодать или там полумеры не делать просто потихонечку потихонечку приучиться к тому чтобы на соки приходить это не голодание это нормально это нормальное питание для организма здесь есть сахар есть все что необходимо и организм сам все найдет и сам все сделать ему главное энергия ему нужна энергия вот и чтобы еще раз повторяю много раз не будем не нужно акцентироваться на качестве этих продуктов что есть химия есть в ней много химии это все ерунда естественно что некоторые продукты способны накапливаться в организме и тем самым они становятся ядами то есть если они будут находиться в этих пищевые добавки то что называются витамины вот когда этих витаминов чрезмерное количество они начинают отравить наш нас изнутри а когда мы постимся они все перерабатываются и никакого вреда они не принесут если мы к тому же еще будем некоторые физически разгонять кровь достаточно большое количество пить и это мобилизирует организм на самолечение вы заметите что врачи не врачи будем говорить врачи это люди подневольные что им в голову скажут то они должны повторять как попугая а ученые которые там высокие которые занимаются этими всеми проблемами вирусами они уже перестали искать лекарства от этих коронавирусов потому что его не существует и они переправили все усилия на создание вакцины то есть аналогов кислот которые вырабатывают организм чтобы делать микроотравление организма чтобы он сам регенерировался и находил способ для лечения то есть вот идем уже к тому что никакое лекарство целевое химическое не может что-то вылечить она может что-то отключить она может что-то во что на что-то воздействовать но в общем на организм она влияет негативно потому что целевое направление на эту клетку единственную или на какой-то орган невозможно здесь идет на весь организм это лечит здесь калечим то есть диапазон диапазон вот этого дурдома огромен то есть и никто гарантий не дает единственная гарантия это возможность помочь организму но мы не будем его травить наоборот его предоставим ему возможность отпуск вы чистим его натренируем его с помощью соков и хорошо если хорошие соки свежие соки это отлично но я вас уверяю что любые соки любая любые вещества воспринимается организмом здоровым нормально то есть он также относится к таблеткам как пищи как по всему он такой глупый он не понимает организм что его лечат он ко всему подходит другое а мы такие умные играемся в богов что мы решаем что можно его сделать здоровым но практика показала пришел коронавирус и самая продвинутая формалкологическая страна которая десятки раз больше потребляет на душу населения тон этих таблеток хирурганной химии она стала жертвой этого вируса то есть этого отравления людей травят этой химией и они становятся беспомощными поэтому они мрут другое дело что они там еще долго живут вяло текущая жизнь такая происходит и это продолжается они могут это продолжить так потому что они делают умеют уже делать хорошо окна двери которые убирают сквозняки и причины заболевания убираются то есть комфорт жизни увеличился и люди могут себе создали себе уютную норку и могут там до 100 лет 90 100 лет жить и это ставится в заслугу с другой стороны когда пришло реальное отравление когда пришла пандемия оказалось что все эти люди просто они наладом дышат полувялое существование и они мрут вот таким образом я хочу быть мотиватором вашим тому чтобы вот начать поститься один день это уже мысль пришла второй день долгосрочное планирование это не взять и просто так бросить курить или сразу там начать большие посты нет это один день в неделю это три дня в месяц это десять дней в квартал таким образом каждый может создать сам себе такую технологию собственную и то что брать откуда-то вот пост такой-то вот пост такой-то диеты такие это все-таки ерунда каждый может сам себе сделать диеты единственное правило любые концентраты такие как водка сахар сахар большое количество соли и других этих самых хлеб это тоже концентрированная мука мучное изделие слишком слишком это все концентрат концентраты нужны только для спортсмена для тех кто физически работает не просто так сидит и там и что-то там ручкой одной делает это устает от этого нет физическая нагрузка это физическая нагрузка это бегание хождение много километров и вот тогда это оправданно прием сахара и все такое а так организму не нужно все болезни очень много болезни от приема сахара очень много а вот я уже не говорю да все ну вот друзья сегодня буду заканчивать ну и завтра завтра я с вами буду снова ну и до завтра всего вам хорошего здоровья и послушайте о том чем я говорю следите за своим здоровьем потому что старость лежачая старость немощная это слишком примитивно для человека человек может быть здоровым он может быть здоровым только нужно делать усилия и лень преодолеть а что такое преодолеть лень это утром встаешь один присяд сделать обязательно хоть один завтра два присяда через неделю три присяда но каждый каждый божий день и утречком стаканчик воды выпиваем и как можно больше жидкости вообще пьем всего хорошего до завтра до завтра Продолжение следует...